Битлз Битлз Джон Леннон собрал свою первую группу под названием Quarrymen в 1956 году. В коллектив вошли его приятели по школе. Название Битлз было придумано, когда в группу Леннона пришли новые участники Пол Маккартни, а после Джордж Харрисон, которые не имели отношения к школе. Битлз — это игра слов, смешение слов «жуки» и «бит». Начало карьеры Битлз принято связывать с именем менеджера группы Брайна Эпстайна. Он увидел в парнях потенциал и добился прослушивания в компании Дека Рекордс. Результата пришлось ждать больше месяца, и Эпстайн получил отказ с формулировкой «Группы гитаристов выходят из моды». Спустя год, записавшись на другом лейбле, группа возглавит национальный хит-парад. Надо сказать, что родственники музыкантов тоже сначала скептически относились к их творчеству. Например, тетка Джона, Мими, всегда твердила фразу «Гитара — хороший инструмент, однако она непригодна для зарабатывания денег». Став богатым, Джон купил тетушке Виллу, у которой была мраморная стена с выше обозначенной цитатой. В августе 1963 года группа Битлз выпустили свой четвертый сингл «She Loves You». Большинство историков связывают именно это событие с началом всемирного бума их популярности. Популярности, перешедшей за рамки музыкального и культурного явления в социальную и политическую сферу. Явление, которое позже стали называть битломанией. Автором большинства песен был Пол Маккартни. Когда он записывал песню Yesterday, профессиональные музыканты назвали композицию «семитактным, не квадратным построением» и сказали, что музыку так не пишут. Во время выступления Битлз в королевском варьете к слушателям присоединилась монаршая семья. Публика, чувствуя высочайшее присутствие, вела себя довольно скованно и даже аплодировала с оглядкой на королевскую ложу. Заметив это, Джон сказал после исполнения одной из песен. «Публика на дешевых местах, не стесняйтесь, хлопайте, а остальные тоже присоединяйтесь, трясите своими драгоценностями». Королева нисколько не обиделась на шутника. Вот оно, хорошее чувство английского юмора. И даже подарила Ленану дорогое кольцо. Женщины играли особую роль в жизни участников группы. В свое время все четверо, будучи британцами, женились на американках. Появление Йоко Оно на репетициях группы вызвало протест остальных битлов. Из-за этого музыканты ощущали дискомфорт и напряжение внутри группы возрастало. В то же время Джон и Йоко занимались совместным творчеством. Йоко принимало участие в записи некоторых песен группы. Отношения внутри Битлз окончательно испортились в 1968 году. У Ленана и Пола Маккартни накопилось множество претензий к друг другу. И группа распалась. Существует теория гибели Маккартни. Обложка Эбэй Роуд дала немало пищи для тех, кто развивал теорию Пол Маккартни мертв. Согласно ей, Пол погиб в 1966 году и его сменил двойник. При этом остальные три участника группы вставляли в тексты песен и обложки намеки на правду. Так и здесь. Пол Маккартни почему-то босой. В некоторых культурах принято хоронить босиком. Сигарету он держит в правой руке, а не в левой, хотя он левша. Также именно в направлении Пола едет машина, которую видно вдалеке. Согласно теории, он погиб в автокатастрофе. Также убийство Джона Леннона принято считать концом эпохи Битлз. Сейчас Пол Маккартни активно занимается музыкальной деятельностью и собирает многотысячные стадионы. Битлз оказали значительное влияние на рок-музыку и признаются специалистами как одна из наиболее успешных групп 20 века как в творческом, так и в коммерческом смысле. В настоящее время Битлз занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова